Ёрш встречается в реках, озерах, водохранилищах и опресненных заливах морей. Ведет стайный образ жизни и предпочитает держаться в придонных слоях на глубинах до 85 метров как в прибрежной акватории, так и вдали от берега. Больше всего ёрши любят спокойные водоемы с небольшим количеством водной растительности и мягким дном. Питаются ёрши преимущественно беспозвоночными, обитающими у дна, но также могут поедать растения и мелкую рыбу. На самих ёрши охотятся окунь, щука, судак, иногда сом, угорь и лососи, а среди птиц наибольшую угрозу для вида представляют цапли, бакланы и крухали. Ёрш имеет короткое, сжатое с боков тело, поверхность которого покрыта килоидной чешуей. Спина серо-зеленая, бока желтоватые с бурыми пятнышками, брюхо белое или сероватое. Размеры тела небольшие, лишь отдельные особи достигают максимальной длины в 19 сантиметров и веса в 208 граммов. В отличие от теплолюбивых видов, ёрш предпочитает держаться в холодной воде и плохо переносит солнечный свет. Поэтому всегда стоит на глубине, в ямах, в местах с плотным твердым дном, песчаным или каменистым. Этот хищник встречается редко. Ёршу необходим толстый слой ила, в котором много мотыля его основной пищи, кроме того ёрш избегает сильного течения. Пытаться ловить его на быстрой реке, значит, потратить время впустую, здесь придется поискать глубокий залив или старицу со спокойной водой. Ловля ёршей на мелководье может оказаться успешной лишь в период последнего льда, когда они сбиваются в большие стаи и готовятся к нерестовому ходу. Ёрш – рыба достаточно ленивая, поэтому наживку ему надо поднести в буквальном смысле под самый нос. Она должна либо аккуратно лечь на дно, либо висеть над ним на высоте в несколько сантиметров, подниматься за ней выше хищник не станет.